Сильно загнобили, он там шел, ну реально слишком плохо. Даже если сейчас посмотреть, было 6 крипов у Илюхи, да, на Ластиллере, и где-то 28 у Свена. Ну, соответственно, там жесткий перефарм шел, у Свена уже был Мидас, и была почти сабля, у Ластиллера были только фейзы, перчаточка и 300 денег. Зачем ты собираешь Мидас? Просто зачем ты его собираешь? У тебя все классно, у тебя ПТ-шка, собери себе сразу саблю, купи даггер, участвуя в командах, с командой в этих драках, потом соберись себе там Блэккенбар, и сразу выйди в Дейдалус, и тогда как раз таки, ты сможешь пробивать ДП-шку, нормально сможешь пробивать ДП-шку, у тебя этого нету. Ну, у тебя очень поздно это появилось из-за Мидаса, потому что Мидаса довольно-таки долго окупается, ты просто 2000 денег с лишним тратишь в пустоту. И второй вопрос к Сумаилу, ну, братан, почему бы КБ так поздно? Ты видишь, что проблема начинается, что у тебя просто ДП, та же самая ДП, он тебя просто Сумаилу глушит. Я молчу там про Спирит Брейкер, который там по кулдаун тебя башит, ультимейтами запрыгивает, ну, либо на тебя, либо на Свена, а ты еще Блэкенбар не собираешь, чтобы тебя Сумаилу этот не гасил. Ну, или вообще, в принципе, вот эти все заклинания, которые есть, они тебя не гасили. Ластиллер тебя можешь замедлить нормально, да, ты там никуда не сможешь убежать. И Фейт Эдикт от Оракла тоже тебя довольно-таки сильно, у тебя жизнь портит на теннис, собираешь в Блэкенбар. Хотя с Блэкенбаром ты можешь ультимейт включить и также выстегнуть там этого и Ластиллера, и ДП, довольно-таки серьезно. Тебя никто не будет трогать, кроме Спирит Брейкер с ультимейта, да. Тоже, и как бы слишком много дэмэджа ты в драки не наносишь из-за этого. Вот, кстати, этот тот момент, а, Крит, кстати, с Артизи, да, это не Сумаил. Да, это не Сумаил. Ну, ну, посидели, да, то есть. Они даже подготовились, они даже были за ТП-шки каждый раз, и вот с Артизи второй раз тоже был с ТП-шкой. 9000, они ведут здесь просто 9000, вот, вот словил Сайланс. Вот словил Сайланс. На самом деле, в этой драке хотя бы Бульб подставил, то есть были несколько драк, где Бульб вот очень плохо именно позиционку держал, вырвался просто вплотную к ВР-ке, их тянули двоих, тянули троих, и вот он, так сказать, не должен подать вот это все дело, чтобы все можно было подойти и снять аккуратность. Ну, вот здесь вроде все не так плохо пошло, и трикоил хорошо, а потом-то все перевернулось полностью, я имею в виду, это как раз именно это. Ну, так, ты же, у тебя опять, потому что идет фокус под ДП, который в ультимейте, которая под ультимейту Уомер, ну, и вот она выходит, это уже не первая драка, и вот они вот нафиживают, подфиживают. Ну, давай, скажем так, вам скоро его позиционка была великолепна в этом тимфайсе. Казы лучше в карте драки, нежели у Бульба. Ну, опять же, это логично, все-таки замена, Бульба не играет у нас профессионально. У тебя три твоих парня, на самом деле пак Станкинг, который там появился Дегера, и пак, в котором все хорошо со старта было, они должны накидываться были на этого Оракла и просто стирать всеми силами его. И там даже не жалея, потому что и Питнатера можно не закастить, просто стирать, искать и стирать Оракла, потому что, по-своему, как живет, насколько жестко живет ДП. Она же из-за этих двух, она потом фуловая просто выходит, и даже не нужно подхиливать Оракла. Вот увидели, что он скоро успел, опять там на 1 хп нажал, и вот было бы чуть больше урона, да, бы они тут Егаре легко дожали бы, даже в этой драке. Но они этого не сделали, в итоге не нашли Оракла, никто не ворвался там на ход, не стал его искать, просто напали на ДП. Не хватило, застревили, убили, все. То же самое Дейдалс, вот как раз в этой драке не хватало 600 голды до Дейдалса. Вот просто не оказалось, а так можно было критануть, ну как там слева драка будет, а мы на Михаила это будут показывать, как он просто резал. То есть они уже к этому моменту ведут все еще 6000, то есть что-то могло получиться, но это походу похорошее было. Ну у них лишь у них пак, у них нет героя о Ваурах, в отличие от Безезе, у которого там уже довольно много всего, то есть у них там и Шива есть, у них и Радик есть, у кор персонажей, у них там. По внедрению сцен подключается, делают дела, вот Драков, где он сделал правильно, выманил ульт вон скоро не в кор персонажа, но уже нечем драться, то есть имейты уже не могут, тут агент тоже погибает, только шторвался один, и в итоге все гибнут. А вот Крип тоже тайминг, конечно, эпицентр мог быть пораньше, но в нем позиционки не хватало. Да, наверное, мог бы, но видишь, не фартануло, не получилось. Сейчас забивает бота, и возвращается на топ. Вроде как тоже 8000 можно, здесь просто влетели. Нельзя было успеть реагировать на этот момент. Ты видел с какой скоростью? Да, я же тебе рассказывал, ты еще урон ты видел, просто полстолба. И это не его финальная форма, то есть ты можешь набрать еще пару слотов на скорость. Опять же, можешь там где-то лишних каких-нибудь. БАЗЗ красиво играл. Тоже на Дарксирм, Скентавру с вами постоянно вот эти вот дела комбинации. Снимал не может драться без Блокенбара, слишком его жестко съедают постоянно. На самом деле, я просто думаю, сейчас я вот на это все смотрю, и вот на самом деле вместо Корпиона просто нужно было попробовать Нюхса взять, если он в пике был. Нет, он был в Ване, да? Все правильно, все правильно. Если так, потому что я тяжу и не мог вспомнить, есть он или нет, Ване, если он не был, то он просто все будет сделать для ЕГ вместо Корпиона. И легко бы выиграл игру. Ну, не факт, что такая доминация была на Лайне. Но у них не было когда-то получалось, там настолько плохо, что Льда стартовала, я тоже давно не видел. Ну, они вот до той драки, помнишь, которая была у Тир-2 и потом плавно перетянулась к Шрайну на хайграунд, ну, 10 тысяч ввели по золоту. И они спокойно могли бы дальше свое преимущество наращивать. Но они решили слишком плохо подраться и после этого драки шли и по их сценарию. Ну, все так, то есть в итоге, если подытожить, по итогам этой игры, да, что не понравилось, как Бургус сыграл, в том плане, что очень плохо в позиционке. Мне не понравилось, как сыграл Сумаю, потому что вот очень много было до его лишнего врыва куда-то. Не было от него фокус по орку, где должен был быть фокус по орку. И очень нравилось, как сыграл Маскор. Ну, и год, на самом деле, тоже можно вылить, что он идет в сцене. Ну, и покажем саму игру, друзья. Здесь хайлайты. Соответственно, все началось с того, что в году вообще все было шикарно. Он, в принципе, наверное, в соло чуть ли не тащил катку на протяжении очень долгого времени. С Врегой все было отлично. Да, вот эти все вот врывы, то есть он вырвал, тянет время, а в это время команды, то есть один там, второй здесь. И вот не было врыва хотя бы в четырех персонажей. Имеется в виду, что врывы играется, он прыгает, там Шторм вкатывается, Пангалера, вот этого. Скомбинированного какого-то нападения. Потому что антимага, ты, очевидно, в дороге не увидишь, и довольно долгое время нужно было как-то ревоировать. Но без Кида желательно удалось справиться. Они не смогли, не потянули. И в итоге, из-за полученного преимущества, вот из-за набранных вот этих всех спотов, на том же, допустим, Мишаке, на том же Хаус Найте, все состоит из-за того, что он просто убивает героя. Раз в четыре, там, в секунды. Ничего не можешь поделать. Ну, и Омник, я не знаю, то есть Омник, действительно, МГП-момента. Любого. Сейчас я ходил в эту воду, и там, видишь, здесь Гайя, здесь кого-то кого-то, Хэмельн и Грейс накинул, здесь еще что-то. Хотя вот этого драка камбэка, где он первый раз вдруг подключил с Артизи. Ну, видишь, они уже были к этому моменту еще без полторы стороны. Ну, да, да, и опять же, то есть у нас там тот же Скорпион не разультился, не разультился. Хаус Найт, то есть очевидно, какие-то вещи. Ты должны были бы, могли бы здесь заехать, не заехали, поставились просто в Питерово в эту арену. Где-то они почти драку выиграли. Да, ну, то есть даже так, ты видишь, насколько... Ох, ох, ох. Эти эмоции. Самый эмоциональный игрок матча. Да, вполне вероятно. Ну, и как раз тот момент с залетом от Сумейла. И вот эти каски. Настолько они были неприятные. Да каски-то ладно, то есть там не попал копье МСФО на подъеме. То есть это бы позволило сместить вниз Лишака, это бы позволило его через арену быстро убить. То есть не хватило того самого ДПСа от дэмэджа от копья и дэмэджа от арены. И тогда не было бы Лишака, или он был вынужден сразу бы выкупаться. И там они любили, пытались бы разбежаться, не подставились вниз, стали боевать дальше. А так видишь, ГОД у тебя выживает и в ответ у тебя лишний стан, лишняя куча урона. То есть у него же все драки ты сидишь и смотришь. 3000 этот нанес, 8000 ГОД, 2000 этот нанес, 5000 ГОД и так далее. Опять же, ты кого-то не дофокусил, у тебя есть такой прекрасный персонаж, как Штанр Спирид. И ты можешь им добить, полететь там и к лов хп-шного парня забрать. Но у тебя парни все под ГА, под хилом и под хилом и грейсом, и ты ничего не можешь делать. Куаш бить и минимум дэмэджа наносишь. Да, вот этого драка, где они от этого БДЗ, все команды бьют и просто не справляются с его уже. С этими аурами, регенами, захилами. Ну, в общем, 4700 хп на коне, это достаточно большое число с КВН и грейсом. А что поделать? Ну да. Ты такой герой, иначе могла быть еще луна вставать. Если очень захотеть, забафить его можно еще сильнее. Ну, в принципе, поздравляем до Спиритов, мод все реально хорошо отыграли. Вот эта вторая катка была вообще. То есть, если первая было понятно, что очень серьезно просели на линии, потом в мидгейме не очень понятно, что вообще делать было, то вторая прошла полностью от начала до конца под контролем. Я думаю, это им то, что...